Добро пожаловать на канал HardResetInfo Бери нами находится устройство Google Pixel 7 Pro И сейчас мы разберемся какие топовые фишки есть на этом телефоне Что ж, для начала включаем наш телефон и начинаем разбираться Одно из самых интересных, что я видел это например, давайте сейчас найдем любое японское ток шоу теперь воспользуемся кнопкой громкости и здесь вот есть кнопка субтитров мы на нее нажимаем, еще раз нажимаем кнопку громкости активируем субтитры и видите сейчас автоматические субтитры с японского языка, так же мы можем их чуть-чуть поднастроить, перевести субтитры перевод будет доступен на английский, либо же на вот эти языки, сейчас пока что это функция не прям поддерживается всеми языками, но допустим, если вы понимаете английский и японский нет, вам она будет полезна и теперь все слова, которые они говорят на своем языке, то есть на польском будут переводиться на английский как видите по чуть-чуть по чуть-чуть но все таки данное приложение справляется хорошо с этим разобрались что идет дальше давайте посмотрим в сообщение тут я тоже сам себе написал сообщение такое на супер понятном языке и как видите оно сразу будет переведено с японского на английский, либо же здесь можно воспользоваться не только английским, например можно перевести на русский на русский переведем выйдем отсюда чтобы оно автоматически перевело сразу и сразу активируется наша функция сразу переводится ну очевидно что только понятное слово я сюда написал эти два я даже не знаю что они значат так что на этом и закончим хорошо что у нас еще может наш телефон попробуем попробуем воспользоваться жестами ну например если нажать две два раза кнопку питания где бы вы не находились в какой в каком бы приложении вы не были телефон перейдет на приложение камера потом что еще мы можем сделать перейти в настройки давайте посмотрим здесь что ж во первых из того что мне нравилось здесь это обои и стиль и можно сделать тематические значки то есть они будут выглядеть вот так вот а не вот так ваша тема теперь будет более атмосферная так она более красиво и гармонично смотрится также можно настроить сетку приложений но это такая себе фишка согласитесь переходим обратно в настройки и вводим дело такое жесты переходим в жесты и смотрим короткое касание для выполнения действий настроим его включим и теперь если мы дважды стукнем по крышке нашего телефона будет сделать сделан скриншот который мы сразу можем изменять как нам угодно и тому подобное в жестах также мы можем мы можем настроить жесты не только на сделать скриншот но также мы можем включить фонарик уведомления показать короче что угодно делать можно приложение даже открыть только настроить какое приложение именно открывать из вашего списка но меня опускается останется скриншот вот также можно быстрое включение камеры но его я бы уже показывал здесь у нас собственно горя включается Также можно настроить Навигацию в системе Будете ли вы мучиться Может вы знаете как это делать Конечно Либо просто вот этими тремя кнопочками Скучно, но удобно Ну и в принципе Что здесь еще можно сделать Неплохая функция Автоматического перевода Присутствует у нас в камере Например если мы возьмем Вот такую вот статью на английском языке И сфотографируем Пусть у нас его Как-то обработать этот текст Или нет Хорошо Попробуем воспользоваться Объективом Включить камеру при использовании приложения И что мы тут сделаем Во-первых можно выбрать текст Сфотографируем текст И можно его вообще скопировать полностью Теперь мы можем воспользоваться этим текстом Вот Где угодно Это очень удобно Например если вы с книжки Хотите что-то скопировать И чтобы не переписывать вручную Можете вот так вот Так же можно перевести это все дело Вот оно будет переведено И все это будет использовано через Google Lens То есть вот текст Вот поиск Можно домашнее задание порешать Очень удобная штука Что ж на этом все Спасибо за просмотр Подписывайтесь на наш канал И ставьте лайки До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok